всех приветствую сегодня будет небольшой обзор если что по нефти чуть побольше добавлю потому что там интересные вещи вчера происходили вообще в целом это такой сильный показательный момент вообще начнем как обычно скрипты дали мы эту коррекцию если что она такая довольно глубокая но с другой стороны кто еще не купил можно купить стопом вот сюда за это дно примерно на 6500 и возможно возможно вас прокатит на 8000 это совершенно не гарантирует вариант вниз еще остался то есть непонятно что это такое по форме кто хочет кто лангует как бы пожалуйста вроде как вверх идет почему еще так думаю потому что по эфиру так вроде как она вверх смотрит то есть не вижу как она должна слеть она как двойным зигзагом упала и по идее это вверх но опять же точно не скажу кто эфир покупает стоп обязательно 148 и сидите опять же вот это движение брать смысла нет почему еще так думаю потому что новый смп вниз пошел вариант вверх все еще есть но что-то уже вот этот вариант с хвостом вверх отменяется мы скорее всего пойдем ниже потому что еще если посмотреть нефть там вообще жесть короче говоря придут как как держал шарты так и держу берем нефть там вообще жесть произошла вообще нонсенс полный то есть смотрим нефть упала до нуля и в моменте была минус 38 долларов почему это так это на самом деле фьючерс на нефть с поставкой на май то есть кто держал нефть тот должен был сделать ролловер на следующий контракт а так получилось что на ролл овер и не было покупателей то есть никто не хотел брать нефть физическую то есть этого фьючерса с поставкой нефти обычно как бы фьючерс на следующий месяц был дороже как бы всегда был на них покупатель и не было проблем ее продать физическом виде а сейчас эти проблемы есть то есть если у вас грубо говоря там танкер нефти куплен то куда вы ее денете вам ее физически поставят хранить нефть сейчас очень дорого и в итоге никто не захотел ролловер делать и в итоге цена ушла в минус то есть люди доплачивали чтобы у них забрали этот нефть и чтобы физически ее и не отгружать потому что нефть это вам не вода чтобы это была вода я просто вылил кант в речку и ушел а нефть если ты вылишь тебя там оштрафуют там миллиарды баксов там или как и не будешь это ее брать чтобы сжечь то есть и сжечь тоже нельзя потому что те накажут и в итоге вот такая фигня с нефтью то есть рынок нефти чё сейчас вообще происходит давайте вернемся к самому главному то есть на рынке очень сильно упало производство и потребление нефти и в итоге нет никому не нужна а эти жадные твари которые ты не добывают из этих вой ценовых думали что раз цена упадет на переживем так упало потребление в этом проблема это как раз таки одна из причин почему запустили коронавирус то чтобы обрушить экономику а для чего обрушить экономику да сейчас во первых всех слонцев веков скупят за копейки американских то есть есть там специальные такие фирмы которые довольно дорогой способ добычи нефти придумали но я довольно таки много но это как бы они не могут при низких ценах долго жить и получается так что у них все склады закон накоплены им приходится как бы вообще останавливать добычу либо продаваться они как бы продаются если взять там акции слонцевых и мелких компаний они все там почти в нулях то есть ну их кто-то сейчас купит за копейки то есть то что я говорил про коронавирус одна из задач его было запуска чтобы обрушить экономики скупить реальный бизнес потому что есть такая штука как как сказать виртуальная экономика и реальная экономика так вот сила реальной экономики сейчас будет возрастать кто ее скупит тот и как бы выиграет в кризис а кто сидит в виртуальных активах как мы дурачки мы купили биткоинов допустим сидим в них посчитайте я вчера посчитала офигела то есть один биткоин состоит как 500 бочек нефти вчера даже без учета того обвала то есть нефть была по 13 баксов и что лучше один биткоин купить или 500 бочек нефти у дилема какая вообще представьте как нас обманывают не может эта штука так дорого стоить поэтому по биткоина глобальный прогноз что его сольют фига почему потому что экономика разрушена производство встало люди на улицу и дожрать нечего какие биткоин они продадут все свои битки и хорошо если на 1200 будет а может быть и 200 вот реально говорю не шучу и сэн пи тоже улетит очень сильно вниз куда глобальный прогноз смотрел там вниз и вроде как он уже пошел на весна что могут еще тут попилить и потом слить поэтому кто шортит ну столько на 3000 пихаете это верничок практически то есть шансы вверх ну практически нету по нефти и и дальше будет ли то есть видите цена уже 21 просто на графике она как бы не отражается что вообще вчера закрыли торги но с другой стороны если взять вот эту арабскую нефть то ничего с ней нету она как шла спокойненько вниз так идет то есть она упала там совсем чуть-чуть что еще раз говорить что это именно удар по американским солнцевикам чтобы искупить как бы с другой стороны видите этот как бы гэп такой на 21 и этот месяц будет определяющий то есть то как в мае будет себя нефть вести если также в ноль сольют то очень плохо там реально все разорятся и скорее всего ее такие сольют потому что у нас только третья волна закончилась просто это не видно но говорю вот это нефть будет дешевле там 20 15 20 на туда идет соответственно десятку долларов можно смело минусовать с той цены то есть по 10 баксов точно будет этот wti американская нефть вот такие дела так что ничего хорошего тут не светит то что нам сейчас впаривают что типа рынок растет и все нормально на самом деле просто идет накачка деньгами рынков а реальная экономика сильно страдает а почему страдает а потому что я специально тормознули с помощью мер по борьбе с коронавирусами почему про него так и гоню что но он реально не так опасен как валят экономику то есть опаснее гораздо если мы сейчас доможевать будем пойдем на улице за едой в магазины грабить это гораздо опаснее чем этот вирус поэтому я говорю что она опасен не настолько насколько его молюет то есть в том что кто-то хочет скупить всю реальную экономику за копейки и он это сделает он будет валить все потому что вчера даже посмотрел прикольное видео такое там говорит врач ученый что это все фейк полный то есть если взять и статистику сейчас в россии умерло 405 человек от этого вируса это такой смех закрыли все что мы только можно все переделали вводят полицейское государство то есть это вообще не серьезно это не это не соответствует вообще никаким разумным пониманием кроме того что специально делают диверсию против нашей экономики против мировой экономики чтобы просто все активы себе захапать разум за напечатанные доллары из ничего очень выгодная афера проходит поэтому не ведитесь на эту фигню то есть то что там люди мрут да и они всегда мрут и реально у нас смертность от пневмонии упала в россии на 9 процентов упала на 9 процентов смертность от пневмонии что принципе есть причина смерти от коронавируса то есть у нас меньше людей умерло а у нас ввели такие меры то есть это бред и но это нас разводят поэтому не ведитесь на это все нас ждет жуткий вообще кризис скоро и то что сейчас происходит это совершенно не то что происходило например 10 лет назад или 20 лет назад то есть совершенно другой кризис у нас сломают экономическую систему если вы верите в то что биткоин этому летит никуда он не улетит его сольют нафиг с нп сольют нафиг золото даже сольют то есть если есть такое понимание что золото якобы резервный резервный актив на самом деле ничего такого не будет все рынки будут падать потому что кому это золото нужно вообще все его купили а тут жрать будет нечего не продавать начнут условно говоря да что жрать допустим какой-то фонд его купил а у него там все все активы валятся они будут доллары выходить чтобы на дыры затыкать в доллары все все рынки полетят кроме бакса то есть бакс то замованы единственный нормальный сейчас актив и то неизвестно когда все выйдут в бакс что с ним будет жопа будет поэтому говорю все хреново то есть реально сейчас любой рынок можно шортить на всю котлету осторожненько понемножку и доливаться еще на падение то есть шорт с нп шорт золото шорт серебра нефть сейчас шортить не стоит по такой цене надо отскока подождать против рубля надо вставать потому что рубль что-то валит сломалась эта разметка вниз идет он вверх сразу то есть вот это все-таки был заходной это 1 2 3 уже полетели то есть мы идем куда-то на 90 на 86 первая цель вот такие дела что еще у нас ну бакс пока неизвестно чё как но он как бы скоро полетит на 110 то же самое евро на 0,9 фунт на 1,10 то есть что-то в таком духе не буду я повторять вчерашние все эти прогнозы в общем суть в том что надо глобальнее смотреть на рынке говорю сейчас сильный только доллар только доллар как бы ничего больше и соответственно все остальное будут сыпаться по очереди то есть сначала одно полетит 1 2 полетит 1 3 полетит и беточек на очереди то есть он реально с 8000 может слетать с легкостью на 1800 для начала а потом у него цель вообще на 400 1200 в ту зону вот такие дела поэтому просто думайте глобально не хватит вам этой фигней заниматься внутридневной торговли на этой крипте просто реально у вас у нас скоро жрачки не будет если вы сейчас подготовить вот как бы такие у меня идеи то что вчера с нефтью учудили это просто жесть то есть это означает что оно совершенно никогда такого не было что нефть в минус уходила никогда даже крипта в минус уйти не может а нефть ушла все почему-то что никому не нужна она это удивительно на самом деле возможно попозже на выходных запишу видео что я реально думал уже без всяких там этих теорий заговоров что вообще происходит чтобы понять почему у вас готовят такие вот дела и до следующей встречи